Ты часто говоришь тоже, что у тебя много недостатков. Причем реально часто. Я вот думаю, может быть, мы что-то не знаем про Александра. Мне бы хотелось узнать, какие это такие недостатки, о которых ты постоянно говоришь. Может быть, ты работаешь над ними или что? О каких конкретно идет речь о недостатках? Недостатков при личных или в плане методов? Ты говоришь про себя, что у меня много недостатков, я это понимаю. Вот каких недостатков? Друзья мои, дело все в том, что есть определенные, добродетели, а есть определенные страсти. И они у каждого человека развиты по-разному. И просто для меня есть определенные ориентиры. И я стараюсь смотреть... Вот, допустим, мне очень интересно, опять же, жития святых, как святые жили. И прочее. И я невольно сравниваю свою жизнь с тем, как жили они. И я понимаю, что у меня не жизнь, а просто... Просто, я не знаю, там, что. Я понимаю, как я далек вообще от того, как нужно понимать жизнь. И я много делаю ошибок. Могу там и раздражаться, там, и гневаться. Могу там и завидовать. Могу там и тщеславиться. Могу там и что-то там слишком много съесть, там, не того съесть. То есть, у нас есть такое понятие, как 3С. Там 3С – это там себелюбие, сластолюбие. Вот, ну, вот эти моменты, да. То есть, очень много. То есть, все... У меня есть все вот эти грехи. Они у меня есть, в принципе, страсти. Просто они проявляются по-разному. И вот я стараюсь как бы бороться, но я вижу свои недостатки. Всё, понял. Просто, знаешь, создается такое ощущение, что, может, ты там, я не знаю, что-то такое прям жестокое с кем ты там творишь. Я уже так начал задумываться. Может, Александр там, не знаю, вскрывает что-то от нас такое, что он прям делает. А ты имеешь в виду просто такие обычные, вот именно с точки зрения религии, да, христианские конкретно каноны, да, что ты хочешь приблизиться максимально к тому, чтобы избавиться вообще от каких-либо недостатков, которые у тебя есть. Ну, по крайней мере, от явных, да. И в этом плане мне вот очень помогли, ну, разные книги, я не буду про это подробно говорить, но в частности, допустим, если посмотреть дневники вот такого святого Иоанна Кронштадтского, у него там очень много дневников есть, и он пишет в своих дневниках, опять же, мне помогают его мысли. То есть дневники, то есть он пишет свои письма там, и на каждый день у него заметки, и он именно описывает то, что с ним происходит. И вот я думаю, вот даже если у такого великого святого есть такие недостатки, что он вот так вот говорит, ну, что у меня тем более есть все вот эти недостатки, и в большей мере я да, 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 так и есть, что же надо срочно-срочно справляться. И вот в этом плане, да, это очень важно. Ну, я понял. То есть не идет речь ни о каких там совсем уж жестких вещах, просто ты имеешь в виду в целом вообще недостатки, что такие маленькие. Ну, опять же, маленькая, но из маленьких, из много маленьких складывается очень большое, потому что, допустим, если взять, я не знаю, там полностью там какую-то белую одежду, и, допустим, на нее там какую-то грязную точку, то это будет заметно, к примеру. И наоборот, если человек вот там там серый или черной одежды, и черная дочка, она будет незаметна. Зависит, как это посмотреть. Слушай, вот опять же,